Это вот детский сад. Вот этому козлику буквально 2 недели, этим месяц. Экскурсию по своей козьей ферме Игорь Черкасов проводит с гордостью. Фермер признаётся, ещё несколько лет назад это была мечта, сегодня реальность. В прошлом году получил грант, приобрёл трактор, доильный аппарат и пастеризатор. На оставшиеся деньги купил строительный материал и возвёл тёплые помещения для коз. До морозов я успел сделать тёплое помещение для них, ещё 20 квадратных метров тёплого жилья, молодняк, молодняк растёт, надо жить. Вот новую крышу сделал для этой самой кормушки, предполагаю синик, весной уже начну синик делать. И новое помещение надо будет делать для козлов отдельно, потому что мужиков надо отдельно держать. На подворье уже более 40 животных, 20 из них дойных. Кроме селекции, фермер с помощниками по хозяйству занимаются и сыроварением. Готовят сыр нескольких сортов. Однако пока только как штучный товар, в основном на заказ. То, что козье молоко очень полезно, наверное, все знают. И оно более эксклюзивное, я считаю, чем коровье. И можно приготовить прекрасный сыр. Идею возродить в районе козаводства и сыроделия по старинным рецептам поддерживают и местные власти. К концу этого года фермер должен получить субсидию на приобретение необходимой сельхозтехники. Вот сейчас мы помогаем ему ещё один грант оформить. Надеемся, что приобретёт пресс-подборщик и будет по голове его стадо расширяться. Конечно, таких предпринимателей много, и мы их поддерживаем. В январе фермер ждёт существенное пополнение в хозяйстве. Козье стадо увеличится как минимум вдвое. А значит, и молока будет предостаточно, чтобы экспериментировать и пробовать разные технологии сыроварения. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.